Привет, зритель! Так давно не писала на камеру еду, что забыла, где эту камеру надо располагать. У меня тут кое-что делается. Я на странице канала пообещала еще кое-чего завидосить, но это не то, которое я собираюсь завидосить. Это я сейчас по-быстрому накидала по старому рецепту из кукпэда. Вообще, я планировала намного раньше покушать, и даже какую-то тему определенную планировала. Ну, бывает с вами такое, что вот, я думаю, в России это нормально. Соль сюда, я забыла еще посолить. Короче, вы не ждете определенную службу, а она является без предупреждения. А потом вешают бумажку задним числом на следующий день после явления. Короче, вот у нас такое на механике часто было. Яичко у меня уже не помогаешь, к сожалению. Печаль. Я думала, помогаешь. Тут у меня вот, короче, кальтошка вареная у меня была в очистках. Я ее очистила и разжарила на смеси растительного масла, альтера и подсолнечная оливка. Доделываю я его. Вообще, предпочитаю в последнее время делать. Если что-то жарить, то на кокосовом масле, как и неравном. Короче, явилась ко мне служба проверки этой самой плиты газовой, которая вообще-то собиралась явиться в сентябре. Я даже, помню, в деревню уехала на пару дней позже, потому что ее село объявление, мы типа явимся, а потом объявление сняли и типа не явились. Тут явились. Бывают такие, хочется сказать, мужики, я думаю, это не только мужики бывают, которые, вот вы их не ждешь, они явились. Но, в смысле, которые к вам приходят, допустим, также проверить плиту. И менять себя кем-то вот хозяевами квартиры, как минимум, хозяевами мира. Думают, что трутни, наверняка, это те самые пчелы, которые за мёдом шастут, в смысле за нехтаром. Тут, короче, человеческий вид трутней, которые сделал дело, их выкинули из зули, и они думают, что они дохрена полезные. А потом придет какой-нибудь ежик и сожрет эти трубики. Этих самых. Трудней. Короче, слегка себя не очень культурно верите, товарищи. Пока я ждала, мне умудрилось ухо заложить. На самом деле, у меня как бы тут простуда была такая долгая. И сегодня я наконец-то поняла, что она прошла. Но если бы я вовремя поела, было бы все ништяк. Но вовремя поесть мне не удалось. Наталья, как повторно грею. И мне вроде как просили осеннюю там эту... Волосина моя сейчас тут упала. Чую, кто-нибудь в комментах уже мне как-то писали, ой, я бы есть не стала. Если бы вы делала волосину свою собственную. Но я тут линяю. И не... Обычно я тогда готовлю, я волосы вкуснее заделываю. Потому что хоть моя родственница говорит, что у меня вот волосы не падают. Не знаю, как у неё так. У меня волосы... Они живут, наверное, своей жизнью. Когда я на кухне начинаю что-то готовить, они так и норовят свалиться в еду. Хотя... Линяю я сейчас меньше. Ну, короче, был у меня запрос на осеннюю хандру. Я вроде даже как-то пообещала, но что-то у меня не сложилось. И человек, который попросил этот запрос, сказал сделать его на следующий сентябрь. Ну, типа это. Что сейчас уже не надо. Хотя, мне кажется, хандра, она бывает не только осенью. Вот у меня у приятеля. Он как бы русский, но давно из России свалил ещё в детстве. И сменил пару стран. Ну, и когда мы близко довольно общались, сейчас, в принципе, ну, общаемся, но не так близко уже. Говорил, что у него зимой стабильна вот такая вот хандра, которая, в принципе, у людей осенью бывает. Вам-то не видно. Совсем чуть-чуть. Кусочек головы тише он тут вынюхивал. Думал, что я что-то мясное ем. Ну, тут мясо перепало. Я забыла свинину мясо от костей отделить. И вспомнила только через два дня, когда оно уже лазко склеивало. Ну, то, что человеку уже никак, есть тише. Сказал, тише. Ну, приедай, если хочешь, только есть-то неудобно будет. Вот, смотрите. Он залез, ему пофиг, что я тут ем. Он унюхал просто курицу, которая там в духовке, наверное. В смысле, наверное, унюхал. Так-то я планировала ещё с заварным хлебушком это поесть. Но так как желток у яйца уже немакабельный. Короче, был ещё вопрос от той же зрительницы на какую-то новогоднюю тематику, но я его забыла уточнить. А так как меня сбили с понтолыги, и я ем уже завтраку, уже не в 10, там, допустим, не в 12, а в 2 с 7, там. И слегка негодую на этих товарищей. Ну, короче, они пришли, они ожидали, что я их жду. Тут, наверное, это чай приготовила. Всё золотом покрыла или ещё что. А у меня, например, кастрюлька с шоколадом под крышечкой и чайник. Допустим, чайник я убрала. Или они сбилили, хрен, ладно. А кастрюльку, вот, ну, она им очень помешала. Она, конечно, не упала так конкретно, но... У меня ощущения не очень приятные служились. Я их ещё спросила, я говорю, ну, типа, вас как бы не ждала. Вот служба другая перед этим опровещалась за несколько дней. Что они явятся. Ну, как же у нас там, типа, висит объявление. Думаю, где хоть оно висит. Вчера не висело. Думаю, за день до, задним числом, что ли. Ну, в смысле, в день прихода задним числом, или на следующий день. Вот сейчас собираюсь на улицу, для одного гляну. Как там это объявление. На механке так часто было, что какая-нибудь служба должна прийти, а уведомления уже вешали, так, это дня два спустя с датой заднего числа. Ну, в смысле, уже прошедшего. Потом, ну, как бы, допустим, вот, есть такие люди, вот у меня незнакомые, это в ту же тему. Наверное, на лубах посвящен теме, даже не знаю, как обозвать, определенного типа людей. Допустим, вот вы приходите к кому-то в гости и знаете, что вот тут тапочки висят, вот в такой штучке. Вы берете эти тапочки, используете, уходите, эти тапочки возвращаете на место. Грубо говоря, положи туда, откуда взял. Ну, тут люди, как бы, видят, что коробочка, баночка под эти спички, ну, спичками я зажигаю сейчас плиту. Потому что у меня трагедия века, я не смогла найти электрическую, ну, которая у меня раньше была, зажигалка для плиты, в сеть вставляющаяся. И в итоге купила спичек, пару упаковок, вот они у меня все еще живут. И вот видят они, куда эти спички лазят, использованные. Но положили так, что я не увидела их уже, вот часть увидела в раковине, а одна вообще валялась на самой плите, вот между комфорками. И при этом они мне что-то вякнули, что вот пытается человек включить газ, и у кого-то поворачиваться в одну сторону эта штука, а в кого-то в другую. А мне выдали претензию. Что, у меня плита какая-то не кошельная? Мне хочется тогда есть ложечкой. Только где у меня ложечки? Наверное, в сушилке. Да, пусть я есть вот так. Найди меня этих молочек. Ну, есть у меня знакомая, которая ко мне заходит когда, как бы я ей объясняю в этот раз, смотри, у меня теперь есть полочка под тапочки, там на ней еще можно сумочку положить. И вы ватсап открытили, или что-ли что-то. Ну, как раз на телефон я буду потушиться. играла в оповещении. В общем, или можно сумочку положить, говорю, тут кошачий дополнитель лежит. И тут же, говорю, внизу можно взять тапочки и туда же их вернуть. Вот человек вообще не знает, чем слушает. Каждый раз такое. В лучшем случае обе тапки находишь где-то так вот, в одном месте, вместе. В каком-нибудь очень интересном. В худшем случае найдешь одну тапку в одном месте, а другую в другом. Так она их снимает. Вот у вас такие люди случались в жизни, что, допустим, пришли, с одного места взяли, а на другое закинули. Это не тот случай, когда, допустим, бабушка из доброты душевной решила у вас убраться в комнате. Да, вот там мама, брат, кто-нибудь еще, сестра, подумав, что у вас такой конкретный бардак, и вот они сейчас уберутся, и все будет ништяк, а вы потом вещи найти не можете. Это даже хуже. Это кто-то к вам пришел внезапно? Иногда запланировано. И вы думаете, что человек, ну, сделал так, как как бы какие-то телодвижения делал, что вроде понятно, что именно туда, куда надо, убрал. А оно потом где-то находится не так. Ни там, ни здесь. Может, сыграли на том, что я типа очкарик не увижу, не замечу, так я вот в том-то и дело не увидела, не заметила. Даже не сразу поняла, что это такое черненькое лежит у меня на краешке раковины. Сейчас я их нырю. Ее приготовила, но чаю не нырила. Ой, у меня тут улун. У меня переборщила заварки. Я не знаю, тут вот видно. Ну, короче, вот. Тут дофига заварки. Что-то я очень много сыпнула. Заодно сейчас порекламлю этот улун. Ну, и другой чай. Продается в магните. У нас тут в магните чисто сейчас идет по 95-93 за 100 грамм пачка. Типа там скидка, но так он вроде 110-120 хз. И да, я в домашнем банном халате. Я помню, раньше я снимала в халатах, но я как-то удивляла, почему я должна специально рядиться для кого-то. Одна знакомая девица мне втирала, что я должна рядиться для кого-то. Кто-то из зрителей говорил, что домашний халат это такой вообще типа нормальным. Как бы все домашнее. Ну, а тут я вот просто так решила, думаю. Френдер. Потому что я собиралась писать это сразу после выхода с душа. Но с душа уже вышла приличненько так. У меня тут есть тученка, самопальненькая, в инстаграм кидала. Короче, вот молочный улун, чай зеленый, китайский, выращенный, упакован в Китае. Шенну. В инстаграме я и моду превозносила. Отличный молочный улун вот такой конкретного хорошего качества китайский молочный чай. Ну, в смысле зеленый молочный чай. И тут зеленый китайский чай просто. Это у нас, сейчас скажу, кто. Где-то было написано, кто это. А может и не было. Короче, просто китайский зеленый чай крупно-листовой. Но это не порох, это просто зеленый чай. Тоже хороший. Тут совсем чуть-чуть осталось. Думаю, купить про запас. Но я его не буду обозревать, наверное, как в остатках коллекции. Я планировала вообще позавчера это сделать, но что-то у меня не сложилось. Наверное, уже завтра сделаю. Потому что сегодня я хочу добить тайп. После того, как убью двух зайцев сразу, в смысле, свояю покушать и заодно запишу вам на камеру. Ну и монтировать буду на смартбуке и то, и другое. Правда, у меня опять флешек нет. Думаю, что что-то мне все флешки растаскали временно. Во временном пользовании они. В общем, тут у нас молочный зеленый улун. Тут у нас печенька. видимо, шоколадка-то обломилась, что ли? Где она? Оно прилипло немножко. Вот, ну тут в шоколадке самопальной, которая сегодня в кастрюльке помешала этим товарищам из газа. В прошлом году другие товарищи из газа были. Эти у меня внутри не стали проверять, но они что-то тогда... Вот, у меня вообще я не понимаю людей. Вот вы приходите к кому-то что-то проверять. Ну, газ там это вот, хренотень, которая там выдувает этот газ. Те нормальные в этот раз были эти хренотень, которые... Ну, они быстро проверяют, может им не хватает времени шуткануть суперумно или просто адекватные люди. А эти вот они в прошлом году докопались, а почему я в общем в плите в этой внутри не пеку? Ну, вам-то вообще какое дело? Фишка в чем? Вот у меня у подруги такая же плита, это кто это у меня вообще? Гефест только чуть пошире у нее плита. И вот она мне жаловала вчера, что у нее сверху зажаривает, снизу вроде как тоже, а внутри не пропекает. Или наоборот сверху зажаривает, а снизу не пропекает. У нас такая фигня была при обычной плите совершенно не гефестовской, хрен знает какой, может, российского производства какого-нибудь на механке, которая была такая под цвет разбавленного слишком молоком какао. Маман жаловала, потому что там стабильно она что-то не пропекала или не досушивала или пересушивала. В общем, такая фишка. И как бы нормальные люди, ну, кому удобно, я не говорю, тушу, они нормальные этим не могут пользоваться, они нормальные, тоже могут ей пользоваться подобные. Заводит себе то, что удобно. Вот оно. Конвекция. Сверху можно печь, внизу можно печь. Сверху-снизу можно печь, ну, в смысле, греть. Таймер, все удобно. В прошлом году у меня шутка ноли, что я, значит, не умею пользоваться муцией, но умею зажигать доснаружи. Думаю, вам-то вообще какое дело? Резьбы вы умели исполнять свои обязанности. А в этот раз докопались до плиты, до того, что я, значит, тут не в курсе, что не должно явиться. Думаю, нормальные службы разрываются и идут в помещение в носочках, если видят, ну, как бы, видят, не видят, у меня чисто. А тут, думаю, приперлись, как бы, не разрываясь, как себе домой. Не иначе тут раньше жили в своих мечтах. И вот каждый практически норовит шуткануть. Причем стабильно мужики, стабильно так думающие, что он так охрененно шутканул. Вам такие жители полонеза попадали где-нибудь. Думаю, что кому-нибудь, как минимум, раз жизни, каждому человеку, практически каждому, что-то вот подобно попадалось. Особенно в российских реалиях. Это из серии последних двух человеков с прошлого трима. Одной долго косившей поадекватную, другой вообще не знаю, что за женщина. Альбушина. Человек, короче. Ко мне Горбушкин в WhatsApp писал это типа «Господи, бедные люди!» Типа того, что первую фразу помню, остальное только смысл такой, что насколько внутренних проблем у людей дофига, что они собираются чужим возможным недостатком, которые не всегда и недостатки. Короче, тут у нас кто в WhatsApp не может зайти по какими причинам, но религия запрещает. На меня, я смотрю, люди подписываются внезапно, я думаю, на других тоже подписываются, у которых ни одного рецепта. Да чисто, чтобы рецепты были. Кому религия запрещает до сих пор в Instagram на меня подписаться, имея там аккаунт. Тут у нас финики расподержанные с водой, кокосовая стружка. Я нашла в Instagram рецепт конфет, но там их надо было заморозить, скатать, шарик заморозить, потом в какао валять, в жидком шоколаде. Но я увидела на фотке один какой-то, как обычно, наверняка, что-нибудь она забыла указать. Ну, одна из таких, которые иногда что-то забывают указать, какую-нибудь деталь или состав, часть состава. Короче, разбодяжила я вчера на финиками ездила. Вот такие финики в такой коробочке 150 рублей стоят. Вот в такой коробочке 200. Это позавчерашнего привоза. Вчера я у них была. А эти месяц назад привозили. Вот они даже сами по себе разные. У меня вообще ощущение, что это те вообще как бы свежие финики. Я хочу погуглить или может вы кто увидит этот ролик и подобные финики видели, скажите. Потому что они все же слегка отличаются от тех, которые даже супер дорогие, но сушеные. А вот одни как бы, да, сушеные, другие, я даже сейчас не мчаю, как хотела. Ну, сейчас мне покажу. Не совсем сушеные. Вот подобные финики год назад я у подруги пробовала. А потом такие же купила, но у нас тогда магазин закрылся, хотя на этом же месте открылся похожий магазин с другими хозяевами. Блин, насморк. Короче, там была такая маленькая пластиковая вилочка и так вот хаваешь, и эти финики надо было хранить исключительно в холодильнике. Я думаю, они были свежими, не сушеными, а потом отбывают такие как бы вроде сушеные. И, в общем, где эти финики? Там на картинке тоже в Инсте было вот такие же финики, значит, по типу таких. Они даже вот без этой жопки. На сушеных часто такая жопка случается, которые на разрез покупаешь. Знаете, не разные, попадалась жопка. А где-то есть салфетки бумажные. Оставим она, чтобы на нее кидаться. Короче, финики с водой надо было вымельчить, или, конечно, я потом уже поняла, потому что, ну, не совсем удобно было разгребать. Мой блендер, который мне подруга отдала, я думаю, что он уже конкретно так мой. В общем, мой блендер, он повел себя так, как если бы я смузи делала. Ну, я думаю, кто смузи хоть раз сделал или представляет, что-то такое. Не представляете, загуглите, как это выглядит, какой-нибудь там ролик, посмотрите. Вот выглядело это именно как смузи. Он раскидался там про все поверхности, пришлось загребать. Ну, я потом положила туда стружки, смешала, и вот этот вид, будущего теста в конфеты, мне не понравился. Я решила добавить туда этого, грецких орехов молотых. В смысле, у меня были грецкие орехи на разрыв, я их смолола, отдельно покупала в нашем магазине спинка родственников, но если бы не сказали, я бы не узнала. По 300 рублей были за килограмм орехи в этой шкурке. Сейчас возьму тот пенник. Кстати, они такие пенники, короче, ими видно там. Ими быстро наедаешься, а вот вчера ну, слегка колодная была, суп свой доела, как похоже, сегодня буду лаять, соответственно камеру. Что у меня он так увидится? И этот, даже увидела сейчас уведомление, но оно как-то быстро пролетело и не заметила. У меня, как бы, есть очень хотела и что-то заведение что-то не поела так конкретно. И с чайом я схомячила три штуки таких, по-моему, или три штуки тех, или две штуки вот таких фиников. И все вообще. И я потом к родственникам ходила, пришла, и в 11 я в итоге что-то спать легла. хотела раньше, но что-то получилось так, приклась, что-то. И я вообще вот со вчерашнего вечера, где-то часов шести, наверное, потому что мне надо было там кучу еще делать, перед чем родственникам сходить. И я не ела до двух часов дня сегодняшнего. Короче, они сытные очень. Так я финиру. Очень мягкие. я раньше в светофоре покупала, они там были без 666, ну в смысле без этой серы, или какая она там, без консервантов. По около что-то 97 килограмм. Ну, в последнее время там не возят, там возят именно с каким-то консервантом. я купила специально для каких-то своих экспериментов сладких вот тефиники. А потом пришла к выводу, что удобнее эти покупать, пусть они там дороже как-то 2-3 раза. Тут в коробочках в этот раз по 450 грамм. В прошлый раз в той коробочке было 550 грамм. Хотя на коробочке именно на той написано, что 800 грамм плюс-минус 50. Но мне вот пока не попадалось именно такое количество по весу. Ну в общем я пришла к выводу, что такие финики и с чаем хорошо, и в десерты нормально. Они очень сытные и в принципе экономичные даже. И обозрала меня в это тесто с фиником в воде кокосовой трушке. И орехом добавила еще специально смолола, что-то там полстакана что-ли, уж не помню сколько. В клубе у меня написано этой овсянки быстрорастворимой в кофемолке. И сделала тесто думаю, что это положить таким разломняла так на коврик силиконовым, не силиконовым, у меня силиконового коврика нет, для выпечки этот стекловолокно. Короче, разровняла, по-моему, это даже КУСПЭДовский коврик был. И засунула в печку выпекать. Правда, оно дольше печется, пришлось переворачивать там двух сторон. Потом разломала на эти штучки попутно делала шоколад и вот обмахнула. И теперь у меня печенье в соколаде. Видно, да? Да. Вот так. Подруга у меня вчера на обед проходила, она это оценила и понравилось. Но они такие тоже сытные довольно. Две-три штучки с чаем и вот уже ничего не леет. Я думаю, хотя, если вот ничего не ем, то может и много леет, но вот после обеда или после ужина. Короче, после еды с чаем нормально. Я его практически сейчас уже практически третий месяц стараюсь не покупать ничего вот такого. Ну, в сравнении с тем, что было раньше, это вообще какой-то минимум. Я в этом в ноябре покупала или в декабре даже не помню. В ноябре, по-моему, покупала только эту полосочку. Ну, что-то там 100 грамм, что ли, казинаки с семечками. В этом в декабре в этом месяце я покупала себе на почте на почте а, допустим, я еще купила шоколадку эту почтовую. Победа ее делает молочную. В общем, была шоколадка и вот эта казиночка. В этом месяце я только мороженку себе купила. Причем магнитовской марки и там в самом начале начинается, что вот первое в содержании из чего сделано это молоко. А наша рыбинская первое из чего сделано считалось все время рыбинское мороженое самое крутое, типа то все. Там вода в начале. А потом уже эти сливки и все такое. Что-то вот не захотелось покупное мороженое. Ну и у меня все еще идет это неприятное ощущение. Может быть даже из-за него вчера. Вот тоже, знаете, к вам приходит человек, допустим, в гости. Ну как бы я когда прихожу в гости к человеку, я всегда беру чуток чаю и заранее узнаю или что хочет человек или что он любит допустим есть и что ему нельзя или он не может не переваривать хреново ему от этого. Тут тоже человек как бы сказала, что не надо мне ничего с пальмовым маслом. Приносит мне как бы по большей части приносит человек не сколько мне, сколько сам что хочет поесть. Ну приносила бы к чаю себе вот там и мне там что-то вот какую-нибудь мелкую соколадку в таком плане. Кто-нибудь в комментах наверняка из этих любителей повопить что-нибудь такое выдаст свое веское словцо. Короче, принесла эти рулетики с этим пальмовым кремовым кремовым маслом масло пальмы я вроде как думаю ну что-то как-то съела вроде ничего думаю ну может действительно хорошие качественные рулетики ну такие маленькие рулетики где стабильное хрен знает какое масло в составе. и после второго рулетика супа и чая я понимаю что мне херенова. Там рулетик еще один остался так человек ну типа тебе два мне два ну их всего пять я говорю давай ты себе заберешь тебе пакетик положила на сумочку положила с чаем на работе попьешь а че пальмовое масло зефир приноси вот оптимальный вариант ну правда если зефир в шоколаде то там тоже есть риск на какой-нибудь этот самый пальмовый масло наткнуться в общем у некоторых людей безглютеновая диета а у меня диета без пальмового масла сейчас покажу вам правда я я вчера купила но у нас в США только такой продается на зоне я тоже такое видела именно без глютена я тут я тут эти шарики я не знаю пережили переезд я про них совершенно забыла там немножко оставалось я думаю ну это они уже даже просроченные были значит думаю это промолю их и что-нибудь с ними сделаю там в косметику будут добавлять и полистала значит в интернете посмотрела можно ли топилковый крахмал в косметику домашнего приготовления вообще в косметику уходовую добавлять можно там что-то делать значит с ним икаю я меня кто-то вспоминает наверное благо икаю без звука то иногда бывает я так икаю со звуком что сама себя пугаюсь и значит стала искать этот топилок вообще просто сам по себе крахмал нашла значит ты нашла случайно такой рецепт какой-то блогерши я не поняла я сначала думала что она глубоко верующая я конечно не православная ни хрена хоть и меня крестили по приколу ибо модно было в особенноном причем возрасте я об этом говорил наверное в каком-нибудь ролике раньше ну суть такая что там женщина начинает ролик и читает стих там из Библии или из Евангелия ну какой-то вот этот православный христианский католический короче какой-то стих вот из этой книжки христианской и потом этот стих приводит ну что типа возлюби ближнего врагов своих как ближнего своей воли возлюби себя как ближнего своей воли возлюби ближнего своего как себя что-то в этом роде вот такая тема и дальше переходит я думаю ну что-то вот наверное православная такая на нее попала ладно хрен с ним засмотрю может какой-нибудь все-таки рецепт меняемый будет рецепт меняемый но сам стишок меня слегка поверг вот такой вафик потому что дальше она ближним своим называет вот то что у нас микроорганизмы всякие в желудке живут ну вот эти желудочно-кишечный тракт мне это немножко вафик впало потому что ну как бы я не знаю конечно это дело каждого но религию все-таки как-то не ассоциируется с притягиванием вот к такому в общем более духовное что-то мне кажется более разрушенное ну и у нее такой коктейль был я записала себе где-то там и товарищу еще скинула я хочу просто попробовать потому что допустим я раньше делала себе еще до ютубных блогов когда еще блог у меня был чисто печатный с фотками или без них на какой-нибудь жж ну короче на обычной площадке буквенный блогер пуэр на молоке делал императорский пуэр варил на молоке и можно там несколько часов вообще есть не хочется так же как вот мате ну мате как бы пьешь тоже есть не хочется но не так есть не хочется как не настолько дольше как допустим пуэр на молоке а тут вода вроде как стакан воды фильтрованной потом значит кокосовое сухое молоко я почитала что это тупо кокосовая мука кокосовая мука это у нас кокосовую стружку перемолол в муку и вот вам кокосовое сухое молоко столовая ложка вроде как кокосового сухого молока грубо говоря сушеной этой молотой стружке кокосов потом значит стакан воды, столовая ложка вот этой вот тропиокового крахмала и столовая ложка масла-баттер, ну в смысле не жидкого, а именно вот такого густенького, рафинированного кокосового, либо нерафинированного, такой вот, которая как бы косметическим считается, ну обычная. И это в блендере стоячем, стационарном смешиваете как вот, допустим, какой-нибудь коктейль, или как он там называется, смузи, а потом выпиваете, и как я поняла с ее слов, что вообще очень долго есть не хочется, и что она там со своим мужем, я не знаю, как эту блогер шу-звали вообще, как канал назывался, что-то с телефона смотрела, не рассматривала вообще. Ну я в последнюю очередь вообще на самом деле обращаю внимание, как зовут блогера и как называется канал, если мне надо какой-то конкретный такой ролик. я в этом плане совсем не потребитель, ну и что там она стоит, ну сказал, что мы, говорит, с мужем вообще питаемся два раза в сутки, а тут, значит, съел и вообще есть не хочется, и вот я, видимо, 40 минут проговорила, ну или чуть меньше, и получается так, что как бы я хочу попробовать чисто вот посмотреть, действительно там долго есть не хочется, ну что он такой сытный, есть не хочется, нормально если чувствуешь, и как бы такой весь бодренький, все в таком духе. Так что вот. У меня, наверное, сегодня мукбак такой на разные темы, со всех сторон, накидано, сумбур. Ну я давно вроде мукбаки не делала, я постараюсь как-нибудь сделать, может, мукбаку, там, те вы мне какую-нибудь дайте, только не про Новый год, а не про хандру, но если вам вообще интересует хандра, то я как бы, я хотела это затронуть сегодня, но я считаю, что это не связано с определенным временем года, но если вам нужно именно вот эту тему хандры, то дайте в комменты знать, я как-нибудь поем, специально чуть-нибудь побольше приготовлю и поем, и поговорю на эту тему. Ну а про Новый год я просто, у меня сейчас, я не улавливаю себя на новогоднем настроении, как бы я даже, вот если бы мне человек в скайпе на днях не спросил, там, ту елку, боже, ставить, я в такой афиг спала, думаю, какая елка нафиг, а что, типа, Новый год, что ли, уже скоро, то я бы даже не вспомнила. В общем, я буду прощать, потому что я хочу прогуляться, пока еще светло, мне надо денег с карты снять, у меня что-то 300 рублей болталось целый месяц в кошельке, и тут внезапно они закончились, ну, наличкой. Мне как бы наличка в среднее время не нужна совершенно, но вот у нас собирают сейчас денежку ближе к, ну, где-то так в середине месяца, наверное, ближе к концу месяца за уборку подъездов у нас сейчас клининговая компания наконец-то стала, весь дом согласился, ну, вроде как весь дом, не знаю, на подъездах точно, и раз в неделю у нас убираются 100 рублей, мы месяц платим с квартиры. И надо мне монетку, чтобы она лежала бумажная, и еще так вот, может, чего куда, поехать, допустим, куда-то на маршрутке, и чтобы была денежка, потому что на маршрутке у нас карты сбербанковские, допустим, не юзают, чтобы, допустим, дали тебе такую фиговину, ты туда вставил, с тебя 20 рублей списали, да. Ну, и еще у нас есть один магазин, который тоже юзает, только до сих пор юзает, только наличку. Ну, и я туда, конечно, очень редко хожу, но вот так вдруг опять приспичит грецких орехов. Кстати, надо будет зайти туда, есть у них грецкие орехи в этих самых штучках. Правда, у меня есть два грецких ореха, которые я так еще и не смогла расколоть, я дырку им сделала, но они у меня не раскалываются. А еще я заметила, что вот когда я раскатывала и лаваши тут делала, опять же, в Инстаграм посылаю людей, кто еще там не подписан, или просто, гляньте, вроде как, можно смотреть и не авторизировано, если честно, не знаю, я с компакт смотрю иногда на свой аккаунт, если я не авторизирована, там несколько кадров только показываться. Короче, я скалкой раскатывала это тесто для лаваша, и вот маленькие, тоненькие, хорошо раскатываются, а чуть побольше, слушайте, так тяжело, вообще жутко, и я думала, наверное, мне на руки накачать, снова заниматься вот этой, на лодочке, но тут пришла мне эта этажерка, я ее сама, обычно мне человек собирал, я ее сама разобрала и сама собрала, и даже потом, когда тут пыталась достать в итоге, выбиралась, а из-под нее все вынимала, заново поставила, я ее смогла разобрать, я стала сильнее, в общем, от скалки тоже есть какой-то плюс, но я так хочу машину, но почему-то ее еще не изобрели, я не нашла, может быть, в каких-то других странах такая машина есть, которая носит тесто, и вот ты туда все засыпаешь, вот как макаронницу, да, то я смонтирую, честно, этот ролик, стараюсь до начала следующего года его сделать, потратить пару часов, главное просто засеть. Он на основном, вот будете, у меня на Lenovo этот монтаж стоит, ну и оптимизировался, все осталось только посмотреть этот час, ну на самом деле там вот если ролик, допустим, полчаса, то у меня всегда выходит чуть больше, чем полчаса на этот просмотр, может что-то срезать, перекинуть, ну суть такая, что вот мешается, так же как в бетономешалке в этой моей макароннице, тесто, засыпаете все, что нужно, оно мешается, а потом выдает, вот можно подрегулировать электрическое, чтобы она была, ну шириной, толщину точнее, ну тоненькая, как допустим на лаваш, на тесто там потолще, как вот для пирожков каких-нибудь там или печенья, выдает тесто, и ты его срезаешь, определенное количество, сколько тебе надо, если там отрезаешь квадратик на сковородку, делаешь этот лавашик, или отрезаешь там сколько-то, делаешь эти пирожки и их запекаешь. Вот я так хочу, чтобы замрели такую машину, блин, почему ей ничего не сделали, макаронница существует, даже моя подруга из Калининграда, Саша, если вдруг этот ролик увидишь, ну кто тебя знает, может ты мог бы не смотреть у меня, знаю, что на меня подписалась. Вот она знает про макаронную машину, сказала, что ее редко можно найти, кстати, действительно, потому что как я вот купила, ее больше я пока нигде такие макаронки не встречала, на зоне они что-то на тот момент похожие были вне доступа, ну, хотя мне вот Яндекс и вообще Ютуб иногда подкидывают ролики такие вот с обзором подобных макаронок. В общем, вот такая у меня мечта, я чуть-чуть своей написала в WhatsApp, я помню, блин, я тут искала такую штуку, я даже похожие примерно нашла, но они ручные, там надо проворачивать, там 15 сантиметров этого вытаскивается, это значит лапшерезка, насадка у нее, или пельмени, ценой пельмени практически не ем, я их очень редко покупаю, делала, наверное, как я сюда приехала пару раз, покупала специально тесто для пельменей тогда еще, в магните, причем нормальный там состав, тестов, по-моему, фирма, и недорого при этом стоит, там что-то на сколько-то, на 60, что ли, штук, как-то так, этих кружочков, и около 69 или 70, что-то такое, ну, бюджет на воле, я считаю, стоит, это тесто халявное, ну, в смысле, готовое уже, делать не надо. И тут равиоли машинка такая, ты крутишь за ручку, оно раскатывает тесто, потом фигачит, но это очень неудобно, оно все ручное, это легче самой наштамповать, и тесто надо все равно слегка раздолбать, прежде чем туда сувать и раскатать. И вчера я ездила в ДНС, попутно заходила, хотела одну штуку, ну, глянуть, но то, что я увидела там, мне не понравилось, я поняла, что это, я, наконец-то, потому что мне это совсем не надо, и я увидела две эти маленькие разных фирмы, такие машинки, лапшерезки, ну, которые, как бы, тесто раскатывают и лапшерезят, такие малюсенькие, да вообще какая-то фигня, 1600 за такую хрень, люди это за 300 рублей надо продавать, еще денег дать, нет, за бесплатно отдавать, денег еще давать, потому что, я не знаю, это вообще, это совсем не то, что я хочу. И, что я хотела, я, у меня забрали временно штуку, у которой делаешь пюрешка, вот погружную штуку от миксера, от советского, потому что у человека такой же миксер, но уже без этой штуки, типа, ну, у тебя же есть уже стационарный, ну, в стационарном-то, как бы, суп не промельчишь, я пришла к выводу, что можно делать по форме смузи, ну, тех же овощей, потом фигачить их уже в этом виде смузи в кастрюльку, варить, и потом оно уже будет пюрешкой, если мне вдруг захочется пюре, я попробую как-нибудь так сделать, я хотела себе покружной этот блендер, просто вот с насанкой, которая делает эта пюрешка, какой-нибудь самый бюджетный, самый легкий, самый маленький, ну, самый дешевый, но они все сволочи тяжелые, я у родственников была, я взяла в руку, это килограмм в руке держишь, да ну нахрен, лучше я буду делать смузи, который я буду потом варить, ну, в том плане, что по форме как смузи, в общем, вот такой у меня болтливый хавчик на камеру, совершенно спонтанный, совершенно сумбурный, ну, кто осилил, тот герой, всем приятного пожора, пока!